У вас булочки упакованы, а маркировка отсутствует? Временно не работа лыжа. А сейчас работает? Сейчас работает. А почему маркировки нет? Сейчас сделаю. Вот этот перец, который был просрочен. Мне кажется, они просто маркировку здесь отодрали. Конечно, да. Сейчас посмотрим. Есть тут что-нибудь с обратной стороны? Я не вижу. Маркировки нету? Это была маркировка в прошлый раз. Ее сняли до 25-го. Просто отодрали и поставили назад. Молодцы, да? Просто отодрали и поставили назад. Та же ценой покупки. В прошлый раз мы у вас были неделю назад. Нам продали просроченный рулет. Чек. Без чека, без товара. Название рулета бриош, смаковая начинка, 240 грамм. 123 рубля 99 копеек. Мы заплатили 123 рубля 99 копеек. Нам хотят вернуть 149 рубля. Разморозили, поставили. Вы не имеете права делать депростацию, если вы их реализуете. Вам должны приходить либо замороженные, либо депростированные. Я в прошлый раз об этом говорил. А как их продавать? Замороженные, значит, продавать. Ну, замороженные мои, но у них, видите, срок какой? У них срок 2 дня. Естественно, они разморозятся. Я же не могу их в морозилку продавать. Они приходят замороженные? Приходят замороженные. Вы должны их продавать замороженные в морозилку. Торт у вас приходит? Так же все замороженное. И там срок стоит, разморозки сколько? Депростируете вы сами? Нет, там приходит уже такое. Совершенно верно. Вам приходит депростированный. Потому что депростировать можно только те, которые не реализуют данный талант. Когда его испекли? Полтора часа назад. Полтора часа назад. Хорошо. А этот когда? Потрогайте, они еще теплые. Хорошо. А, это теплые? Это пеклость утром. Утром. 15.04. 15.04 маркировка испечена в 9 утра. Да? Ну. Ну. Соответственно, что угодно сегодня не такой, который там описывает. Это преступление? Это да. Это нарушение. Нарушение. И все. И все нарушение, и все нормально. Вы никогда не нарушаете закон сами. Обман потребителя, а не нарушение. Я обманываю потребителя. Маркировки обманываю. Я никогда не обманываю. Человек верующий. А что вы сейчас обманываете? И считаю ложь страшным грехом. Потому что произошла техническая ошибка. Верующая, она не может обманывать. У меня сама греха взяла сейчас надо. Обманываю. Вы клеите маркировку, на которой указано, что изготовлено буквально сейчас. То есть я говорю, что в утра изготовлено. До свидания. Ты будешь своим родственникам говорить еще кому. Что за отношение к покупателям? Я охреневаю вообще. Что за разговор такой? До свидания. До хрена не. Ты не обалдела совсем? Ты как себя ведешь? Верующая. Утилизировать то будете при нас или как? Мне некогда. Вы же собрали сам утилизировать. Мы не собираемся сами утилизировать. Это ваша обязанность. Я вообще охреневаю. Одна до свидания. Другая еще что-то. Что в итоге так не доклеила и ушла, да? Угу. До свидания. Ничего не вклеить не буду. Вкренело совсем. До свидания. Ты же совсем в квартире. Может быть ты там уберешься что-то без маркировки? Да ну брать. Слышно меня? Ага. Саш, хотел спросить. Вот не можем до Мячина дозвониться? Тут у нас проблема опять. Меня слышно, Александр? Да, да, да. Слышно слышно. Я говорю, до Мячина дозвониться не можем. Трубку не берет. В отпуске, скорее всего. А, он в отпуске. А кто-то с кем решать вопрос теперь? Наверное, сомневаюсь. Я говорю, утилизировать. Он говорит, сами утилизировать. Вы же хотели. Это на каком магазине? Это Ленина 71. И принесли претензию. Отказываются принять у нас претензию. Вот сейчас я позвоню. Ага. Спасибо, Саша. Пожалуйста. В скором темпе убирается. Не надо, я так думаю, кидаться в кучу. Что? А, ну я знаю, вы уберете, потом маркировку поставите. Хлеб придется немного. Опять обманете. Верующий обманет. Да, конечно. Здравствуйте, Артур Дмитриевич. Вы Артур? Ха-ха. Вы Артур? Нет? Нет. А, это ваш телефон просто переходит от одного к другому? Здесь был Артур Дмитриевич, супер в Ази. А вы? Кто? Алло. Номер правильно выбираете, нет? Да, правильный номер. Мячер, Артур Дмитриевич. Что вы мне будете говорить? Правильно, неправильно? Мне в телефоне записывают номер, я с ним разговаривал в прошлый раз. Получилось, да. Он был супервайзером пятерочки. Нет, неправильно. Да что мне не нет, если по этому номеру разговаривать? Что мне не нет? Вы что за дураков нас хотите высвечивать? Смотри, что творят. Я записан Мячин, Артур Дмитриевич. Я звоню, отвечает какой-то хрень. Говорит, набирайте номер практически. Нормально? Я же тебе говорил, что мне информация прошла, что он уже не работает. Не, ну понятно, что он не работает. Дело-то в другом. Представляете, тут есть. О, меня отвлекли. Под чуть-чуть людей извлекли. Я его только из стекла. Я не знаю, вы меня обманули. Вы уже там обманывали, значит вы еще будете обманывать. Мы его подогрели, вот это. Ну вот холодный слез. А этот холодный слез, в чем я обманывал? Ну так когда все сделаете, тогда и выложите. Зачем вы сразу выкладываете? А вот теплый. Маркируйте сразу, раз он теплый. Почему не маркируете теплый слез? Я же вам уже не сняла. Ну так сейчас же вы стали... Сейчас же он пока... Сейчас же работает все. Работает сейчас? Работает сейчас? Работает. Вот в чем дело? Ну вот теплый, вот чувствую, да? Пожалуйста, маркируйте. А вот холодный. Я не знаю, когда вы его приготовили. Вы ставить можете на реализацию только маркированную продукцию. Ну ладно, согласен, вот он теплый. Хорошо. Теплый, теплый. Вот тут надо маркировку ставить. Надо. Снимайте, маркируйте, потом будете ставить назад. Так все, вы не маркируетесь. Сейчас я все сделаю. Так надо вот делать, а не ходить. Туда, сюда. Зачем тележка? Вот она стоит. Я вообще, что это? Ну вот, что за отношение? Маркировка появилась, но не полная. Это непонятно от каких. Если вот эта и вот эта одинаковые, да, Вафель? То странная маркировка на коробках. Обычно такая маркировка стоит вот именно в таком виде. На этом самом, не Сникерс, а Баунти. Вот она как раз. Вот я пример привожу, не просто. Вот они маркируют. Обычно Баунти. Вот Баунти. Что может маркировка быть? Это скорее всего Баунти, да. Это с других концепт совершенно. Потому что вот отсюда, это я поверю. А так маркируют только Сникерс, Баунти, Марс. Это они сами от руки поставили. А самое интересное, дата изготовления из будущего конфеты. Конфеты. Конфетки из будущего. Изготовлены 22.03.23 года. Здорово. Ну, они сами дописали. Ну, а как они смотрят? 23.02.03. Так снять надо их продать. Надо снять, потому что коробки. Разные. Это идет толстая. А у ковки такие дут. Да просто, короче, дурят нашего брата. Дурят, конечно. Все, что не соответствует законодательству, нужно снимать. По крайней мере. Там нам потребители. На двух отдельных шильдиков, значит, снимаем. Водит заблуждение. Так он свежий говорит. Слышно? Слышно? Свежий, да? Обалдеть. Надо их тоже на камеру. Да не сговорить можно все, что угодно. И богом прикрываться. Чем угодно. Ну, честно. Мягкая булочка. Это более-менее. Эта булочка деревянная. Понятно, что они сделали на сегодня. Вот сегодня, вот именно вот это теплое, вот это сегодня. А все остальное это вчерашнее. Дата изготовления 22-й, 03-й, 23-го года. Все просрочкой торгуется. Другие конфеты. Там стоит маркировка от Баунти. Интересно, да? Ну, это можно, покупателя, там, знаете там... Ну, значит, нет никакой маркировки. Значит нет. А почему? Я не могу с вами разговаривать, у меня постоянные доставки идут. Ну так знаете, с кем можно разговаривать? Никого нет. Директора нет. Приходить когда-на будет. Приходить когда-на будет? Вы же пять дней опять рядов. Да, конечно, когда хотим, тогда и приходим. Да нет. Я не могу, я отгадут, я занимаюсь и доставку. У меня почти каждые пять минут доставки идет. Извините. Ну, вы же сами хотели это все утилизировать? В смысле сами хотите? Вы же сказали, сейчас сами утилизируем. Стояли вот там, когда я сказал, что я уезжала. Я говорю, нам что, самим утилизировать? Ну вы же хотите утилизировать. Что-то она у нас сегодня к двери не вызывает. Правильно. Даже скучно. А еще что сделать? Что еще сделать? Что записывать? Ничего не понравилось. Не понравилось. Что записывать? Записывайте. Ну что вы собираетесь сделать? По ПС приедем мы запишем заявление. Ну конечно. А вы же вам предлагаете записывать? Я не совсем понял, вы там предлагаете что записать в бумажную. Вы попросили ручку и... Попросил? Нет. Я не просил. Вот это замдиректора попросила вписывать и записывать, что конкретно будем утилизировать. Но не мы должны это сделать. Вы знаете, вот так смеетесь? Я такую булочку такую интересную нашел. Замечательную. Смотрите, она свежая? Нормально она свежая. Вот она свежая. То, что приготовили, да? Верующая в руме. Вот так и травят деревянным хлебом. Сейчас, говорит, приготовил полчаса назад. Я верующие не обманывал. Не, сейчас бы эту булочку, этикеточку сделали, как будто только тогой спички. Конечно, конечно. Так они и сделали здесь. А то так они промаркировали, да? А чего же вы не промаркировали, обещали, обманули? Еще раз обманула. Вот, верующая. Так, вот вам, пожалуйста, несет. Снимаем, снимаем, снимаем. А, промаркировали, это я не заметил, да? А теперь извинитесь за свое пределы. За что? Вы нам покажите, пожалуйста, маркировку. Хлеб промаркирован. Ну? И? Женщина, маркировку-то покажите. Извиняться будете? Нет. Извиняться будете? Этот хлеб. Что этот хлеб? Не сняла. Так я и сказал, вы не промаркировали. Женщина, так вы покажите вашу маркировку. Мы хотим бы убедиться, что у нас ответственность техническому регламенту. Здесь там нет, сверху нет. Да? Ну вот, маркировочка есть. И не маркировка. Смотрите. Так вы не хотите деревянный. Вот это же хлебок. Вот нормальный хлеб. Какие вопросы? Нормальный. А этот деревянный. Так, Ир, пиши сама все и убежала. Да. У меня доставка. Мне как-то. Да вы, наверное, и без упаковки покупали раньше? Я сам ее покупал. Нет, вы без упаковки покупали? Ну, тогда она была раньше не упакована. Вы покупали ее? Тут была бумажка, можно было положить. Так я говорю, вы покупали ее? Да. Вопросов нет. Ну, у вас устраиваются там и мыши, и человек мог с любой подойти булочки, потрогать. И мухи, и карфаны. Да. Тебя скажите, у вас какой-то старательный. С вами, да. У вас 96% к сожалению таких, которые готовы есть. И что же делать? Да просто что-то. Таких 96%. Их 96%. Мы-то стараемся для них и им пошли. Они готовы это покупать. Вон там лежит выпеченная пицца. Она стоит. И пыль вся летит туда. Только она там стоит. Смотри. Видишь? Сколько она еще там будет стоять? А сколько она вот уже там стоит? Пока она остывает. А что надо переписать? Что-то они вообще ничего не хотят делать. В чем помогают люди? Вы не хотите? Вы писать не хотите? Некогда этим заниматься. Одно только мы должны все за вас делать. Постоянно. Во всех магазинах. Сами все делать за вас. Ну что-то вам не надо. По сути. Смотри. Сосиска в честь. Сторогонная семья. Вообще. Условия реализации. Плюс два, плюс шесть. При температуре зала. Даже написано в ТУ. Что. При более высокой температуре. Реализация не допускается. А на сегодня здесь когда приготовлю. При температуре зала. Все тут с сыром. С колбасками. Это все. Только плюс два, плюс шесть. Только плюс два, плюс шесть. Я в Туре скажу тоже все готово. Промаркировали хлеб и до сих пор нет. И снимай. Маркировки еще нету. Снимай. Ну нету. Ну снимать не будем. Если у нас помогли. Все. Уходим сюда. Понимаю. Улыбаться. Олег. За вас только работа делать. Они весело. Они стоят. Как я стою. Эндиратор. Понимал. Не только. Конечно импульс. Если вы по карманам видели. Какой-то. Этим. Читый дурной. Ну и в голову. Потом и просрока нету. Потому что знаешь. Что если на каждый завид это делает. Ну и дим пошли. Да и дим пошли. Что директора вы не уволили. Уволили. Да. За такое количество просрочки. За такое. Сколько там. 24 дня просрочки. Не уволили. Я даже уверен что даже не наказали. Не. Уволили. Только другого человека. Который много пообещал. Да. Да. Уволили точно. Уволили в мячике. Который пообещал точно. Хлеб может быть. И сегодняшний. А может быть и вчерашний хлеб. Ну скорее вчерашний. Это такой. Наверное. Он деревянный. Уже несколько дней. Вот. Это ваша лень. Маркировать. Когда надо. Приводит к тому, что приходите заниматься. В прошлый раз сказали. Нельзя разворачивать. По барабану. Всем по барабану. Пацанам не надо. Забава. Нашли мальчики. За вас все делать. Ну некогда. А взрослый дядя должен за них это все делать. А им некогда. Они деньги зарабатывают. На заказы. А мы бесплатно. Помогаем. Утилизировать. Равна даже. Александр так и не позвонил. Успец. Зачем разница. Сейчас все решим. Это очередной решатель. Все решают. Как не решат. Короче. Они уже сами не рады. Чтобы обещали нам. Конечно. А теперь не знают как слиться. А. Так что. А вам то все переживают. Вы же продаете просрочку. Приедут. Кто там. За рубль в месяц. Выкупят у вас. Да. Порублю. Целый мешок заберет. Все равно нужны отходы. Никуда там в магазины. И в кафе. Откуда паросята. Паросяты перец едят. Да. Кофе же едят. Паросяты. И спиртное пью. Паросятам какой подарок. Смотри. Столько хлеба кушают. Нет. Безравец какой-то. Целый мятный. Правильно. Правильно. Очень нравится. Это где покупатели засунули туда маркировку. А что покупателям для вас. Всегда. Видите как вам помогли. Выходи. Быстро. Это удовольствие. Нет. В этой ситуации в любом случае есть виновник. Тот человек который выложил товар который не пригоден для реализации. Поэтому вот этот ущерб который причинен должен быть из кармана этого работника. И он после этого будет очень хорошо все вовремя делать так. А вы тоже снимаете да? А вы с какой целью снимаете? Типа. Типа. Но мы фиксируем правонарушение ваше. Типа. 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 Ну, что, ну, ну хоть будешь в лошадку поедать, да? Женщина, ну вы хоть понимаете, что вы не правы в данной ситуации? Ну, понимаю. Как бы мы себя не вели, это уже другой вопрос. Вы даете повод себя так вести. Вы даете повод снимать церевизацию. Вы меня на это употребляете? Так мы вам не первый раз уже указаны. Понимаете? Как вас зовут? Скажите. Не переживайте. Тот руководитель, который пообещал вас уволить, его уже уволили. Много на себя взял? Не надо работать. Так вы работаете, я вас что, отвлекаю чем-то? Смотрю, как вы работаете. Как маркируете, как у вас пицца лежит неприкрытая в ногах. Вот куда вы теперь ее понесете, как упаковывать будете, как маркировать. Мусорное ведро рядышком. Тут же вы ставите пиццу. Вон мусорное ведро, видите, куда вы бросаете. Работаете без перчаток. Никакой санитарии нет. Ну нет уж, согласитесь. Вообще-то цех собственного производства, там должно быть все стерильно. А, ну то, что они есть, это хорошо. Они должны у вас быть на руках. И мысорное ведро не должно стоять возле стола. Вообще, есть требования к собственному производству. Вы должны ходить в халатах, в белых. Телефон берете, тряпку грязную, потом хлеб берете, так вот все периодически чередуете. Я ни разу не видел, чтобы вы руки мыли. Вы мне перчатки показали, в итоге так их не одели. Вы с какой целью мне их показали? Что они у вас есть? Может вы их оденете? Хотя бы вид создадите? Будете одевать, нет? Или вы экономите на перчатках? Вы знаете, что телефон это самый грязный? Телефон и деньги. Вот баночка, вот баночка. Что они не снимают? Это же такой доход, по рублю продать. Не продать по 119 рублей, а по рублю. Это же выгода. Какая выгода сумасшедшая? Тут откат получит, хорошенько. Вот еще баночка мятная. Опа, какая баночка замечательная. Супер. Вообще клево. Вот еще баночка. Вводим до 02.12.22 года. Сейчас у нас 5.02.23 года. 70 рублей. О, пакции просрочены. Вот таким сроком, это, конечно, жесть. Как такое может быть? Ну, 2 месяца просрочено. Это вообще... Ну, все, купили сейчас поговорить, как она. Может, там все, и уйдем, наверное, спокойненько. Да, отсюда? Вы вызывали меня? Да, да, мы вас вызывали. Ну, вот потому вопрос это, что? Ну, вы его сломали, утилизировали, все. Все, к вам претензий никаких нет? А, ну, то есть мы вам... Просто вы не дали нам списать эту сумму. Ну, так можно не дождаться вас. Ну, потому что у меня заказы, извините, у меня доставка на время. То есть вы исправитесь? Я заняты. Исправимся. И вы исправитесь. И к нам претензий не имеете в данной ситуации. Правильно? Ну, посмотрим, как вы себя тоже вести. Мы тоже не красиво. В данной ситуации вы к нам претензии... Исправимся, исправимся. Вы к нам вот в данной ситуации имеете претензии какие-нибудь? Нет, не имею. Все, однозначально. Все, можно идти? Да, мы отменяем полицию. Вот, претензии досудебные. Это вам. Ну, все, можно идти, к нам претензий не имеют. Там мы все сделали, здесь мы отдаем все, все. кроме приобретенного товара и все, до новых встреч, пока-пока, снял я, у меня выключена камера хорошо ты снимаешь? так у него это работает, выключается сама. Алло, здравствуйте, масло беспокоит? надо отменяем ППС, во-первых, долго их ждать, а во-вторых, под камеру нам сказали, что там претензий не имеют, все утилизировано, что было просроченное и некачественное, поэтому мы уходим а у нас экипажа все равно все заняты, я звоню, чтобы участкового не нужно, все, отбой, делайте все хорошо, все, пожалуйста, звоним все, все, аккуратно, не открыть, не пролить все, всего доброго до свидания обязательно открыть почаще в другой раз еще раз придем уже проверим надеюсь, наша вот эта утилизация пойдет все-таки на пользу и они будут наконец-то упакованы хотя вот для таких, которые пофигуют, хоть с пола будут ездить наши урбиноплаты, но для остальных всем пока-пока всем пока-пока